здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей великобритании на 18 ноября борису джонсону грозит восстание тори поскольку 50 депутатов присоединились к новой группе сопротивления призывающий положить конец мерам по изоляции от коронавируса группа возглавляемая марком харпером и бывшим министром брексита стивом бейкером требует полного анализа рентабельности ограничений изоляции на оригинальной основе господин харпер сказал страна остро нуждается в другой и устойчивой стратегии жизни с вирусом который не требует от нас продолжать жить в условиях серии разрушительных карантинов и ограничений ограничения наносят огромный экономический и социальный не связанный с ковид ущерб здоровью в настоящий момент лекарство которое мы назначаем сопряжено с вполне реальным риском быть хуже чем сама болезнь и важно чтобы мы принимали все решения на основе обоснованных научных экономических данных и данных о нашем здоровье сообщается что еще 45 депутатов рассматривают возможность присоединиться группе у которой есть собственный чат в ватсап в эту группу уже вошли вильям рэк сэр роберт симс доктор бен спенсер харриет болдвин и нус гани прямо какой-то мятеж на корабле я у себя лежал отдыхал и вдруг до меня доносится безобразный шум с палубой и простые матросы захватили власть на корабле правительство шотландии приняло решение ужесточить карантин в стране так власти вводят 4 самый строгий уровень карантинных ограничений в 11 муниципальных районах об этом сообщает bbc правило 4 уровня карантинных ограничений предусматривает закрытие второстепенных магазинов пабов и ресторанов а также тренажерных залов новые правила коснуться около двух с половиной миллионов человек проживающих в западной и центральной частях шотландии в том числе в глазда ограничения будут действовать с 20 ноября до 11 декабря первый министр шотландии никола стерджин заявила что запрет на выезд за пределы территории проживания за исключением определенных важных целей станет обязательным с этой пятницы уровень инфицирования во всех этих областях остается устойчивым и тревожно высоким на этих уровнях у нас просто нет уверенности в том что больницы и службы интенсивной терапии смогут справиться с этой ситуацией зимой отметила она жительница йоркшира рассказал изданию йоркшир лайф о перенесенном коронавирусе и о его тревожных по ее словам симптомах в частности она рассказала что заразилась новым типом инфекции в середине марта когда помогала кашляющему мужчине сначала симптомы заболевания выражались в виде боли в груди и общей усталости когда женщина начала выздоравливать проявились новые и нетипичные как она отметила симптомы в период пребывания в отпуске она начала замечать что ее десна начали сильно кровоточить а через некоторое время участилась сердцебиение появилась лихорадка и озноб симптомы как отметила заразившиеся коронавирусом женщина со временем становились все хуже и хуже и в какой-то момент проявились в виде выпадения волос сейчас по словам женщины у нее по-прежнему отмечается множество симптомов инфекции в том числе потеря памяти проблемы с сердцем и легкими лихорадка инфекция носовых пазух шум в ушах а также некоторые симптомы похожие на грипп мне интересно вот это вот все внесут в список симптомов к вида или оставят как было температуру внезапный кашель и потерю вкуса с обонянием владелец компании клинтон карт эдди шепард возмущен что некоторые розничные продавцы могут использовать нечеткие правила в локдаун в англии чтобы продолжать продавать второстепенные товары он сказал что это высшей степени несправедливо когда супермаркеты могут продолжать продавать поздравительные открытки в то время как специализированные розничные торговцы вынуждены закрыться я в принципе согласен сэдди но это более чем странно когда в магазине теска можно купить открытки а специализированный магазин клинтон карт рядом закрыт из-за того что карантин и пандемии так называемая да кстати я пользуюсь программой touch note эта программа позволяет отправлять настоящие физические открытки прямо с мобильного телефона это очень удобно в любую страну прилетает в течение недели где-то если хотите попробовать то вот вам мой промокод по которому вы получите 10 фунтов скидку и две первые открытки можно будет послать бесплатно они стоят дешевле в описании ролика будет и ссылка и промокод загрузить программу просто посмотрите что она умеет я уверен что вы не заметили что нас потихонечку за заставили платить за воздух дышать в маске один фунт а без маски сто фунтов но теперь в британии хотят обязать платить еще и владельцев автомобилей за каждую милю которую они проедут по дорогам страны предполагается что водители должны будут установить в своих машинах специальные устройства с помощью которых пройденное ими расстояние можно будет легко отслеживать со спутников как пишет газета таймс всему виной экология стремясь поскорее перевести экономику в статус зеленый и популяризировать электромобили британские власти хотят запретить как я уже говорил в прошлом выпуске или в позапрошлом я не помню но я уже говорил ранее они хотят запретить продажу новых машин работающих на бензине или дизельном топливе не из 2035 года как планировалось ранее а с 2030 из-за этого казна недосчитается 40 миллиардов фунтов в год которые обычно поступали за счет налогов сплаты за топливо и вредные отбросы от которых владельцы электроавтомобилей освобождены вот и решил глава минфина реши суммар вспомнить о старой стратегии правительства тони блэра в рамках которой водителей также хотели обязать платить от 2 пенсов до полутора фунтов за каждую милю в зависимости от времени суток и загруженности той или иной дороги правда тогда от идеи пришлось отказаться после того как гневную петицию подписали почти 2 миллиона человек мне например чтобы добраться до биг бена ну в среднем до этой точки надо проехать 14 миль то есть 14 фунтов все большее количество иностранцев проявляет интерес к получению российской вакцины от коронавирусной инфекции по итогам исследования которое провела британская компания you go выяснилось что именно российская вакцина от коронавируса спутник 5 заслуживает или спутник в вот я не знаю на спутник 5 или спутник в но в любом случае она заслуживает наибольшего доверия среди иностранцев об этом сообщили в официальном твиттер аккаунте вакцины всего вопросе приняли участие 12 тысяч человек из 11 стран мира на основании опроса исследователи пришли к выводу что российская вакцина занимает первое место по доверию людей за нее проголосовало примерно 21 процент опрошенных на втором месте американская вакцина за которую высказались 15 участников опроса следом за ней китайский препарат от коронавирусной инфекции при этом к мысли о вакцинации большинство опрошенных порядка 73 процентов относятся положительно среди тех кто имеет представление о существовании и действий вакцины спутник 5 желание привиться именно ей высказала 80 процентов опрошенных это новейшая вакцина замедленную усвояемость отчет показал что пациенты в британии нуждающиеся в таких операциях как эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов относятся к числу тех кто больше всего страдает от пандемии коронавируса об этом сообщает таймс данные nhс показали что 252 тысячи пациентов ждали дольше 18 недель чтобы обратиться к ортопеду и столько же больных ждали очередь к офтальмологу эксперты заявили что эти цифры не отражают полной картины поэтому есть риск того что некоторые пациенты навсегда ослепнут в списке ожидающих лечения в национальной службе здравоохранения nhс было четыре с половиной миллиона человек из которых полтора миллиона ждали более пяти месяцев число ожидающих приема специалиста резко возросло с тех пор как началась пандемия большая часть плановых операций была отменена во время первой волны что позволило перераспределить персонал для борьбы с инфекцией ну что можно сказать как обычно пациентам остается пить парацетамол сидите спокойно выпейте таблеточку с накормкой я не знаю пусть вам будет хорошо немножко криминальной хроники полиция нордгем таншира сообщила что в великобритании из грузовика были покищены продукты apple на сумму почти 5 миллионов водитель грузовика и охранник перевозили большое количество устройств apple на съезде с шоссе на них напали грабители инцидент произошел около восьми вечера по местному времени 10 ноября на шоссе м-1 водители охранник были избиты и связаны похоже что это было тщательно спланированное ограбление грузовик был доставлен своим ходом в город крик где воры прицепили контейнер к другому тягачу позже 48 поддонов с продукцией apple были перегружены на 3 автомобиль на котором злоумышленники скрылись преступление до сих пор не раскрыто меня в этой истории смущает цифров 5 миллионов ну apple вы там совсем с ценами обалдели и еще одно если включить любое устройство apple насколько я знаю она тут же будет передавать свою геолокацию посмотрим как быстро дойдет до полицейских отследить геолокацию этих устройств ну а новостей на сегодня больше нет увидимся с вами в следующем выпуске всего доброго и и и и и и и и Продолжение следует...